Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семен на чемоданах, с вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск, где мы сегодня будем поздравлять Темку, ведь ему исполняется 8 лет. Покажу, как мы готовимся, покажу, как мы отметили, также будет много природы, океана. И еще сегодня я вам расскажу, как мы здесь получаем деньги с российской карты, а получаем рупий. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Пожалуй, у каждого бывают такие ситуации, когда мы попадаем в финансовые провалы. Эти провалы могут быть разные, может на что-то не хватает денег, либо экстренно, срочно нужна какая-то сумма, и мы вынуждены либо обращаться к знакомым, либо к родственникам, либо к друзьям и попросить занять денег. Да, конечно, занять денег можно, но гораздо лучше, когда ты не занимаешь деньги и решаешь вопросы собственным путем. И, возможно, вы спросите славян, и как же так решать этот вопрос, если только у знакомых и можно перехватить деньги? И у меня есть ответ. Я уже много раз рекомендовал этот банк и их замечательную кредитную карту, которая сейчас действует на 360 дней. Вы только вдумайтесь, 360 дней пользуйтесь деньгами банка и не платите процентов вообще ни рубля. Когда мы делали себе эту карту, условия были 100 дней, и это была самая лучшая карта. Но Альфа-банк пошел еще дальше и сделал целый год пользуясь деньгами без процентов. Вы будете пользоваться деньгами целый год без процентов, если совершите первую покупку после оформления карты в первые 30 дней. 0 рублей за обслуживание без каких-либо условий. Также вы сможете снимать наличные в размере 50 тысяч рублей без каких-либо комиссий. Ну и конечно же, друзья, мой бонус лично от меня. После того, как вы оформите кредитную карту Альфа-банка, совершите первую покупку на любую сумму, вы получите обратно 1000 рублей. Как всегда, ссылочку я оставляю в описании. Переходите, оформляйте, пользуйтесь, самое главное, с умом. Смотрите, что у нас там. Змея огромная. Змея. Да, да, вот она. Шикса, ее хвост. Родик-родик как-то дед. Схоти ее за хвост. Вон она заползла в бамбук. Это Родик, мама ее увидела. Он там ходил черный. Вот он, торчит хвост. Вот это да. Он так на весь бамбук идет. Нет, там была прям здоровая. Здравствуйте, я ваша тетя называется. Нужно сгонять до магазина. Поеду в магазин Арпика называется. Там, короче, куча всего. И можно даже купить торт вкусный, надеюсь. Сейчас буду ловить тук-тук. Я думал поехать на этом, на Грэзи-бассе. В итоге второй уже торможу, а не битком. Он даже не останавливается. Может быть, потому что я не на остановке. Не знаю, но сейчас буду еще пробовать. Ну и вот он, собственно, огромнейший супермаркет Арпика. Здесь есть куча всего. Даже вон мебель, техника и так далее, и там подобное. Тут магазин, конечно, хороший, но выбор тортов мало. А здесь, посмотрите, какой большой выбор. И такие, и такие. Я беру вот такой вот, только большой. Короче, я обратно поехал на автобусе. В итоге он так не остановился по звоночку, только на станции. В итоге провез меня, теперь опять пешком. Нашему Темке исполняется 8 лет. По ланкийскому времени ему уже исполнилось. А по московскому... А по московскому через часочек. Ну, на самом деле он уже спит. Но сейчас самое время приготовиться. Вот столько шаров получилось. Удалось Темку удивить. Он с утра к нам зашел, говорит, ох, и как было прикольно просыпаться и упасть в шарики. Ну, команда. День рождения, Тема. Спасибо. Беги, беги, поздравляй. Беги скорее. Чисто от брата. Днем рождения, Артем. Днем рождения, Артем. Днем рождения, Артемка. Днем рождения. Днем рождения. Это такое первое утреннее поздравление от брата. Спасибо, Родик. Пожалуйста. Без мальки. Девушка, скажи, днем рождения, Артемочка. Какой у нас интересный сегодня праздничный завтрак. Да, Темка? Да. Для тебя. Мы приехали в Вилигаму для того, чтобы Темке отмечать день рождения. И он хочет отмечать его, начать отмечать именно с доски кататься на серфе. Мы взяли доску. Чисто мальчишкам. Она, видите, такая короткая. Не знаю, у меня получится, не получится не кататься. Но вот парни сказали, это прям для бэйбиков. Либо для профессионалов. Плюс она не натирается воском. Она такая же мягкая, как пученическая. Намазались кремом. Сегодня очень сильно жарко. Дети идут даже купаться в футболках. Мы думаем, надо купить специальные вот эти для серфа. Кофты специальные, вот. Потому что по-другому это капец. Теплющий океан. Просто кипяток. Вот особенно возле берега. Океан вообще кипяток. Мальчишки там катаются. Мы, наверное, уже минут 40 точно катаемся, купаемся. Вот эту маленькую доску взяли. Детям идеально. Мы поначалу с Настенкой вообще не понимали, как вставать. Потом я в итоге ее взял. И уже там на волнах разобрался, как на нее вставать. Там чуть другая типа тактика, нежели на большой ученической доске. Вам посмотрите, какая волна. Идут. Идут. Волна идут. А дети там пытаются ее взять. Опа. Вон Темка запрыгивает. Сейчас покажу, как Темка катается. Серферов просто борщ. Борщ из серфингистов. Что в этой стороне. Что в этой стороне. Все учатся. Это ученический спот. Потому что ребята, которые катают, они катают уже на других пляжах. Там, где подальше в океан надо уходить. Так, Родик, давай, отплывай. Темик. Да, готов. А я не готов. Клево. Давай, Родиш, отходи. Тем, давай, запускайте. Ну, заглась. Опа. Нет, не твоя. Уже Родик отдаст? Темка. Я волну, папу это. Да, вот это ты готов? Давай. О, смотрите, красавчик. Опа. Ага, волна ушла. О, хорошая идет. Смотрите. Уу. Опа. Вот так нельзя никогда разворачиваться. Параллельно доске. Волне, точнее. Сразу переворачивай. Давай, отпрыгай. Опа. О, и красавица. Что творит, а? Что творит? Темик, ты накатался? Да. У меня что-то, что мне все распалило. Все распалило. И я не распалил весь, а просто накатал. Брали специальную доску Темке, чтобы он прям как следует накатался. Он прям так просил это. Конечно, традиционно мы покупаем кокосы. 200 рупий, как обычно. Желтые, питьевые, самые-самые вкусные. 4 кокоса, 800 рупий. Вообще обалденные. Мы на районе. Мы вернулись в Новатуна, быстренько доехали за 3 тысячи рупий. Изначально, я говорил, 4, потом он говорил, 3 500. Я говорю, ну, говорю, есть today, today, tomorrow. Всегда, говорю, 3, все, поэтому 3. Он говорит, ладно, поехали. Я ему сразу денег дал. Мне так объяснили, что лучше делать так. Сразу денег даешь, договариваешься цену и даешь денег. Вот, и они потом уже, все, у них как бы ответственность перед Буддой. Мы сейчас на вот этой самой туристической улице, у Новатуна пляжной. Сегодня очень жарко, прям максимально, да? Повезло мне, я думаю, что опять будет дождь. Мы хотим празднично пообедать, да, сынок? Да. Вот, а еще купить койча Темки еще на пляже. Я хочу ему сделать сюрпризик небольшой. Учитывая, что Темка, он самый профессионал по сёрфингу в нашей семье. Вот мы зашли в магазин, я думаю, вот такой вот. Как ты себя чувствуешь? Он теплый такой. Это не гидрокостюм, Артем, это чтобы не сгорать. Это чтобы не сгорать. И чтобы в груди натиралось. Ты правильно угадала, что это был сюрприз? Да? Первый. В общем, у нас так всегда на день рождения. У одного день рождения покупаем всем. Вот, Родику купили, Мирошки тоже купили, на пляже играться. Да, вот так вот. Мы зашли здесь в кафешечку, называется она вот так вот. Многие рекомендуют ее. Ценники здесь, конечно, классные. Заказали супы и милкшейки. Сейчас покажу. Мне вон принесли Леонечку. Это, кстати, большая бутылка. Я не знаю, сколько здесь. 0,7, наверное, а может даже 0,8. Короче, почти литр. Это брательник звонит из Индии. Хочет, видимо, Темку поздравить. Привет. Привет. Ну, прощайте, я так понял, что у вас нет. Скипки, ты не знаю, что нет. У нас, вот видите, футбик фланкийцам. Рубится вообще, конечно, красава. Не то, что мы детский сад. Удары. Все, помоги. Смотрите, какую вкусноту нам принесли, пока мы играли. Тут что-то креветки, короче, куча-куча всего. Маленькая, правда, порция. Но ничего страшного. Все, будем кушать. Темочка, с днем рождения. Мастер, какие-то ложки. Ну, да. И вот у нас вышел 6,655. И плюс в эту цену входит 605. Это обслуживание. Ну, а теперь мы двигаемся на пляжик. Там ждет еще один сюрпризейшн. О, как же жарко вообще. Ух, ладно, идем. Темка такой парень, он любит экстрим. Поэтому я решил, что нужно его прокатить на гидро, вот этого гидроскутере в водном мотоцикле. Вот. Сейчас спросим, какая цена. И отправимся, наверное, в путь. По цене он 15 минут 8 тысяч рупий. Что, кстати, достаточно неплохо. Так, вот. Мы все смочились. Нам сейчас парень заводит мотик. И все, короче. И мы поехали. Сначала Темку, потом Родика покатаю. Либо все дружно поедем. Иди сюда. Роджин. Да, садись. Садись, не бойся. Так, ничего не трогай пока. К жилету? Окей, к жилету? Да, да, да. Вот, вот. Вот газу. Подожди, подожди, здесь люди. Дальше подбросит. Держись, мне хочу обдать. Как тебе? Как, вот, милая! Ха-ха-ха! Папа, куда ты перевернуешься? Погазуй немножко сам. Только не сильно. Почувствуй. Не сильно перевернуться можем. Газуй. О, давай, давай, давай. Чувствуй, тут немного в нем. Поэтому если перевернемся, будет не заново. Давай, 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 газуй. О, подкрытие, океан! О, давай! Как тебе? Трудно! Давай, давай, газуй. Да, я буду шутить. Раз, ну-ка, мы пряди почти. Ух, какая пакетка! Темка говорит, это лучший подарок. Сейчас покатаем Родиончика. Я нахожу! Она, вот она. Сильно не нажимай, мы резко поедем. Говорю, отпусти, отпускай. Давай, давай! Родик, держись здесь. Это очень опасная штука. Давай, я сам погазую. Давай. А ты очень крепко держись. Здесь же волны. И мы подпрыгиваем из-за этого. И чтобы не было... Голову тебе держи, потому что, видишь, вперед улетаем. Класс? Да. У нас уже есть друг. Мы с ним часто ездим. И я спросил, что и как будет доехать. Купить пиццу, потом заехать в виндстор и потом вернуться обратно. Мы согласовали цену. Я думаю, что эти пасеки, когда у нас ездят друг. Какая здесь клевая атмосфера. Пляж с черепахами. Люди отдыхают. Закат. Вот такой счет получился за 6 пиц. Здесь, походу, очень красивые закаты на этом пляже. Но не сегодня. Сегодня опять тучки. Когда мы попадем на закат, пока не знаем. Что желаем? Не стесняйся. Привет. Мы желаем тебе... Ты ж уже взрослый. Да. Ставь уже взрослые себе цели. Учись. Действуй. Добивайся своих целей, своих мечт. Дерзай. Пусть родители тебе помогают. Много денег. Молодец. Ты же, красавица. Поздравляем. Счастья, здоровья. Спасибо. Спасибо большое, скажи, Артемка. Спасибо. Здорово. Ты счастлив? Да. Здорово. Когда все, стол-то накрыл, пиццу настряпал. Ой, молодцы. Родители подготовились. Пиццу купили. Та-дам. Я же угадал. Класс. Он небольшой. Будет братишка большому хаосу, которую он делал. Да. А тут где она? Прикольный. Вот, а тут что же мы без пауза, расскажи. Так, такая у нас посиделка будет. Да, Темка? Да. Как черепашки ниндзя. Да, мы же как черепашки ниндзя. Ну, а теперь самое главное, что есть в день рождения. Это, конечно же, торт. Радюшке сегодня Темке подарил торт. Маленький кусочек, да, с утреца? Для поднятия настроения. А сейчас мы достаем наш большой, который я вчера покупал. Будем втыкать свечки и задувать. Так, ну что, все. Старт к имениннику. Где именинник? Давайте дружненько поем песенки. Happy birthday to you. Подожди. Happy birthday to you. С днем рождения, наш Артемка. С днем happy birthday to you. Загадал желание. Загадал? С днем рождения. С днем рождения. Так, это была свечка. А на ее машине есть? Нет, конечно. А что внутри там? Твердый? Вообще твердый. Я думала, он нежный. Мне чувак там сидел, говорил, он говорит, прям вот вкусный. Я им вообще не еду. Нет, нет, не продавец. А, русский? Нет. Просто чувак там сидел, местный. Говорит, бери вот этот или вот этот. Ну, то, что для них вкусный на сладу можно, нет. Может, он острый. Представляете, если он сперта? Ну, что, Тема? Очень вкусно. Очень вкусно? Нету больше спичек. Ну, еще желание будет. Ага, нет. Так, поздравляю, Тема. Родители, молодцы. С днем рождения, Тема. Счастливое для тебя детство. И родители с именинником. И с днем рождения, Артемку. Здоровья, удачи, успехов. Всего самого наилучшего. Родители, с днем рождения, сыночка. Там девочка на кровотяжении живет с родителями. Может, она. Так. С днем рождения, Артемка. У тебя самые лучшие родители. Береги и люби их. С днем рождения. Желаю еще больше открытия. Новых мест, новых свершений. Новых друзей по интересам. Решили прогуляться до рыбного рынка. А тут наш друг кричит. Эй, привет. И мы вообще в тук-туке с коляской. Мы залезли сюда с коляской. Даже такое бывает, представляете? Мы протискиваемся между машинами. Потому что пробка на туристической улице у Наватуна какая-то нереальная. Мы просто бросили тук-тук. Типа, ну его нафиг вообще. И пошли пешком. Какая красота вечером на Унаватуне. Здесь прям сегодня мало волн. Хотя наши соседи нам сегодня сказали, что поднялся ветер и сильные волны. А по факту, вот, может быть, отрывком каким-то был. Людей много, купаются все. Переодевайся. Да, переодевайся давай. И тоже пойдем купаться. Ну вот вы только посмотрите. Все наши ушли уже купаться. А мы с Мирошкой только идем. Татьяна Теплющина. На закате купаться особое удовольствие. Я это всегда говорил. И здесь это прям особый вайп какой-то. Ой, красота. Мирошка. Пойдем. Пойдем к папе. Да, Мирошек? Ой, как здорово, да? Ой, красота. Сейчас я Мирона отдам и нырнем. Да, Мирошек? Ой. Все, Мирона сдали. А теперь ныряем, посмотрим под водой. Глаза, когда открываешь, они начинают очень сильно щипать. Океан очень соленый. Фух, так, давайте попробуем подводный мир посмотреть. Вдруг что-нибудь увидим. Фух, вот так вот ныряем. Фух. Я не знаю, было бы, что там видно, не было. Ну, надеюсь, какая-нибудь рыбка попалась. Еще очень белые облака. А там тучи. А там закат. Хочу немножко вам рассказать про то, как мы здесь получаем деньги. Смотрите. Это ланкийский рубий. Что мы делаем? Пока мы путешествовали по Турции, мы оформили карту турецкого банка Zero Ad. Эта карта нас очень сильно выручает. Итак, на эту карту мы гоним лиры с российской карты через приложение Corona Pay. Corona Pay дает очень крутой курс. По бирже прям гонятся. В данном случае сегодня я снимал деньги. Вот по вот этому курсу такая вот сумма. Далее. Деньги приходят достаточно быстро. И после этого я иду в ланкийский банкомат, который называется BOK. Как-то там Bank of Ceylon, по-моему, так. Засовываю карту в банкомат, и мне нужно получить рупий. С турецкого счета, который в лирах открыт, на нем получается 4000 лир. Это по сегодняшнему курсу 70 546 ланкийских рубий. Соответственно, выводим 77 500. Это 15 660 рублей по сегодняшнему курсу. Соответственно, конвертации валюты я теряю 200 рублей. По мне так очень и очень адекватно и кайфово. Вот такая схема. Вы много часто спрашиваете, как, что, поподробнее. Вот сегодня подробнее все рассказал. Вот такой видеоролик у нас с вами получился. И вот такие вот шикарные кадры с закат. Немножко не успели. Бывает. Папа, я думал, что это пляж тебе пахали. На самом деле, я хотел прямо сейчас завершить видеоролик. Но я вам уже говорю пока. Но немножко хочу вам показать вставочку, как мы приехали домой. И нас соседи наши позвали пробовать дуриан. Смотрите. И пока до нового выпуска. Так, мы только пришли, короче, домой. И ребята сразу кричат мне, Саша, мне кричит, говорит, пошли, говорит, дуриан пробовать. Вы купили? Типа, давайте попробуем. Вот Настенок сейчас тоже рассказки раздает. Кто-то его пробует, чеснок. Кто-то его пробует, колбаса. Кто-то его пробует, какая-то фигня. У всех все по-разному. Поэтому мы сейчас будем пробовать. Что это же за такой фрукт? Так, вон мальчишки. Так, Александр, Маши, привет на большую аудиторию. Вот, видишь, видишь, разнаменитость. Во. Ой, а что по нему? Кто-то ползает, что ли? Жуки и пауки какие-то. Жуки какие-то ползают по нему, ага. А их не надо смывать? А они, да? А, молодец. А что тут кушать надо? Да, вот это было. Вот это вот честь. Ну, я так не знаю. Кто смел? Ну, что-то выглядит не особо. Что-то пахнет-то вон тоже странно. Нет, а можно им отравиться? Нет? Давай, это. Твое здоровье. Ты хоть пароль и скажи, там, банка, чтобы мы есть что-то забрали себе. Он своеобразный. Своеобразный? А где Катя? Так, ну-ка. Так, сейчас я буду пробовать. Вот это вообще картошка какая-то. Я не знаю, на что похоже. Это картошка. Это картошка, да? Да, я попробую. Смочи, чтобы не грязный. Ну, ладно. Уже полезно. Фу, ну, ванища у него вообще, конечно, жить. Да рвотного рефлекса. На. Да сразу ешь и все. Давай, ты мидии ела. Ой, устрицы. Ешь. Фу, ну, что так? Не, на вкус как будто ореховый какой-то. Да картошка такая. Это сладкие? Да. А тебе сладко было? Ну, сладко, вонючее и непонятно. Не воняет мне на вкус не плохой? Короче, это непонятно. Чего? А тебе? Продолжение следует.